всем привет друзья сегодня у меня распаковка товаров которые я заказала на амазоне это 24 цвета масляных красок сейчас я вам их покажу а также два холста один холст у меня 70 на 50 его стоимость 12 500 12 евро 500 стоимость 2 холста размером 100 на 80 25 евро и стоимость этих красок из 24 цветов 16 евро я их открываю здесь на обратной стороне естественно написано какие цвета как они называются ну давайте мы их сейчас распакуем и посмотрим что же это за краски и можно ли их использовать для написания картины которую потом дальнейшем продавать и так меня интересуют краски масляные именно густота потому что я рисую исключительно мастихинами да у меня вот такой стиль пастозный пастозного рисования пастозного нанесения красок и поэтому для меня основные критерии это плотность красок и конечно их цветовая устойчивость я сейчас их буду доставать и капельки наносить и смотреть цвет густоту плотно плотность и так далее и уже по ходу рассказывать свои ощущения и говорить нравится мне или нет давайте по порядку начнем с белил это английские краски моцарт но производятся в китае они тут заклеены что давайте посмотрим на масло как всегда вытекается сначала гром мастихин которыми я работаю пробую плотноту мне очень важно чтобы у меня получались вот маски очень мягкая я понюхаю можно не имеет запаха совершенно это меня очень радует вы знаете что я запахом очень отношусь серьезно давайте цвет лимонный желтый как зубную пасту знаете сложно отковырять я не могу отковырять так придется а нашла хвостик тут есть хвостик который вот так смотрим я сейчас их все открою чтобы это не так долго было и уже буду по ходу вам рассказывать сейчас я их всех перемешу на палитру так ну что я перенесла все красочки на палитру и сейчас вам буду говорить какие цвета здесь имеются и так это у нас белила у нас желтый лимонный желтый желтый охра дальше желтый светлая охра этот цвет интересно называется он креветочный цвет цвет креветки flash tint это цвет оранжевый это бриллиантовый красный веридиан зеленый дальше коричневая умбра сам green пер момент green light то есть светлый зеленый ультрамарин голубой варит фиолетовый голубой компаса blue дальше у нас идет просто голубой кобальт голубой сиена красный пурпурно-красный розово-красный и умбра коричневая а также у нас есть черный цвет и серый и так я сейчас их уберу и буду уже раз на палитре цвета пробовать мастихина так как вначале белила я попробовала и поняла что очень приятная текстура для этих красок в принципе я до этого брала краски тоже китайский но франция у них торговая марка да вот и мне они не совсем сказать что понравились поэтому давайте посмотрим как эти вот у нас желтый цвет желтый у нас очень такой прозрачный смешиваем с белилами получается такой прозрач потому что у нас лимонный цвет дальше желтый такой цвет подсолнуха где я хочу сказать что они очень по текстуре прозрачные прозрачные такие такие такое ощущение что они не на масляной основе она водной но мне нравится их цвет и нравится что они такие не плотные дело в том что я собираюсь какой цвет креветки как он мне нравится я собираюсь сейчас рисовать нюдовую картину и для того чтобы нарисовать тело как раз таки вот эти оттенки и вот в таком такие вот жиденькие в сказал для картины мазочной как у меня они все-таки не совсем подходят потому что придется использовать для масса одного мазка один тюбик это очень растратно а вот чтобы нарисовать лицо я думаю что тело человека до фигуру очень даже так изумрудный цвет вот что касается таких цветов как марс коричневый до черный то здесь он более очень плотный эти серы посмотрим какой красивый серый цвет прекрасный серый цвет и давайте палитру розовую посмотрим очень красивый цвет такой кажется розу нарисовать пион такие цвета пиона прекрасный оттенок какой на краплак похож красный можем провизированную розочку нарисовать такой коричневый оттенок краски голубые вообще я очень люблю голубые оттенки насыщенные вот очень мне нравится кобальт смотрите прям морской такой морской утрамарин тоже насыщенный достаточно цвет соединить их так вот вайлет фиолетовый тоже очень красивый цвет такой ярко ультрамариновый зеленый светлый травянистый и темные травянистые еще у нас тут остался марс коричневый и черный итак у нас есть вернее у меня есть 24 цвета вот она палитра которая я хочу сказать что мне за эти деньги очень понравились цвета насыщена я не знаю как они будут стойкими будут ли они долго стоять но для того чтобы рисовать наброски делать эскизы или учиться я считаю что это вполне очень подходящие краски и очень порадовали оттенки красного потому что они такие приятные и я попробую сейчас что-то нарисовать и так общий счет за два холста и 24 тюбик окраски красок у меня ушло вышло 53 евро 50 центов в общем такая сумма и я думаю что это вполне доступная цена для того чтобы во первых попробовать нарисовать какие-то цветовая цветовая палитра большая для того чтобы попробовать нарисовать какие-то цвет но картины которые бы хотели по мастер-классу может быть в общем для обучения вполне себе годные в общем за такие деньги 24 цвета за 16 евро знаете какие насыщенные глубокие цвета мне очень понравились буду тебе рисовать и показывать вам что у меня вышло нарисовать эти красками здесь обзор вам понравился если хотите сын ссылку я вам оставлю к этому видео